Смотрите, преодоление – это когда ты выходишь за рамки того, что делал раньше. То есть я, допустим, не знаю, там 100 покачал, 2 минуты, а тут я сегодня делаю 2.15. Преодоление, то есть я вышел за рамки, скажем так, привычного. А насилие – это когда вы делаете все то же самое, но только вы этого делать не можете. То есть можно пробежать километр для кого-то, для кого-то можно пробежать марафон. Но для кого-то пробежать километр или пробежать марафон, а потом пойти пить чай, а для кого-то это значит умереть или лечь в больницу эдак на месяц с истощением. То есть понимаете, да? Одни и те же результаты, казалось бы, ну в чем разница, мы же сделали. Вот как раз в том, что будет дальше, вот в том и разница. По идее, это функция тренера – подпинывать тебя к преодолению и сразу же ограничивать там, где есть насилие. То есть там очень такой узкий диапазон. Вот это ты можешь и сможешь завтра, а вот чуть дальше ты уже можешь, но завтра не сможешь. Нам такой тренинг не нужен. По идее, так должен был сказать тренер, спрашиваться, где таких найти. Учиться чувствовать свое тело. То, на что мы тратим столько времени. То единственное, что гарантирует вам здоровье, если мы говорим про позвоночник и суставы. Вы должны хорошо это чувствовать. То есть я, например, чувствую суставы, связки точнее, вокруг них отдельно, мышцы, скажем так, отдельно. И плюс я еще даже немножко чувствую кости, потому что надкосница тоже имеет чувствительные рецепторы. Ну, до такого уровня можно не доходить. Можно сделать несколько базовых рефлексов через упражнения, которые я даю, наработать в себе. И после этого вы понимаете, что, скажем так, 2 километра бега это уже хорошо. 2,5 вы еще можете, уже дыхание срывается. И в определенный момент включается в голове красная лампочка. Вот здесь я не могу, все. Из-за того, что образ жизни у нас такой расслабленный, болевая система у нас ведет себя немножко неточно, это мягко сказано. И поэтому почти весь тренинг, особенно если ты начинаешь с нуля, он идет через боль. Поэтому боль нужно калибровать. То есть острая боль, яркая боль. Это проблема. Не надо через яркую боль переступать. Вот там как раз насилие и есть. Через фоновую, разлетую, такую больше стягивающую, сковывающую, которая даже по сути не боль, а просто спазм. Это граница усталости, и через нее вы можете переступать спокойно. По природе мы должны были просто боли избегать, и теперь придется в ней еще и копаться.